Приветствую девочки, мальчики вы у меня подойте Ну ничего, разберемся Лафира Абрамовна в стиль зефирах И как та бабка Мало того, что с ужасной пальмой на голове Черт, что и сбоку бантика Это самоизоляция, она меня достанет В самом деле, вот невозможно И как та бабка в операции А вот та еще беда Тесто я поставила Нынче мы с вами Приготовим татарские блюда Ну, вообще мусульманское Эчпочмек Что означает пирожок с мясом И с картошкой Ее можно делать как угодно Хотите отдельно картошку, кладите Кусочки мяса, классический рецепт Сверху лучок и бульончиком поливайте Как хотите У меня приготовлен форшец С кусочками картофеля С кусочками лука С конкрециями С небольшими Не дай бог завтра целоваться Жизнь такая непредсказуемая штука Ой, не могу раздражать меня Волосиной покров Сейчас переведу камеру На низ А то опять скажете Вот, ничего не видно Что ты там готовишь Сейчас все сделаем Сейчас организуем Печечку поставил разогревать Подтупил туда дровишек Шучу, конечно Газ включила Жду, когда печка разогреется И по-быстренькому Все, бегом-бегом Сделаем с вами Эчпочмек На вытертый стол Обработанный Дезодорирующим раствором Просыпаем немного муки Я люблю тесто воздушненькое Но знаете Вот тесто в чем его особенность В том, что Ты его когда делаешь Оно зависит полностью От настроения Вот в этом вся его беда По-другому я даже сказать не могу И процесс Начнется с того Что мы при помощи ножа Нарезаем колобочки Как рука возьмет Нет какой-то определенной Выбрученности в диаметре В размерах Это опять все на ваш спуст Все на ваше усмотрение Для тех, кто не знает Как ставить дружевое тесто На быстрых дрожжах Объясняю все это элементарно Я раньше тоже не умела Но потом Прочитала книгу Кулинарную Этой великой писательнице Дарит Донцовой Но делать нечего И рассказываю вам В теплом молоке Не больше 38 градусов Цельсию Растворяете Одну столовую ложку дрожжей Одну столовую ложку сахара Добавляйте муки Так, чтобы получилось у вас А-ля густая деревянская сметана Не та, которую вы только сделали А та, которая уже постояла И ставите в теплое место Самое главное, девочки-мальчики Избегайте сквозняков Как только у вас опара увеличится В 2-3 раза Бегом-бегом Добавляйте туда одно Два яйца Курыных Или гусиных И благодаря этому Ваша тесточка Тоже начнет подниматься Добавляйте муки Чуть-чуть соли Больно соли не кладите Потому что, сами знаете Соль это яд Сахар тоже Но не важно уже Муки так, чтобы Отлипало от рук И опять накрывайте Можно добавлять Масло растопленное Вот знаю, Анжела Дозьева Делала топленое масло Можете добавить топленого И кто тут вам Не запретит какое И на топленое масло Опять же Промешивайте хорошо На топленом масле Выпечка получается Вообще волшебная Я вам гарантирую Я люблю тонкие порошочки Вы же делайте Как вам хочется Так вот Тесто это подходит Где-то часа До 2,5-3 Полностью Пару раз Вы приходите Уминаете его Смотрите Наблюдайте за его поведением Тем временем Делайте фарш Или рыжите мясо В зависимости от того Что у вас В доме есть И чпачмеки Готовятся быстро Легко И вообще Если научитесь Делать тесто Это сэкономит вам Не только нервы Но и деньги Я нынче Давеча Как-то покупила Тесто Дрожжевого Думаю Да ладно Че там Подумаешь Куплю Поленилась Поленилась Откровенно Так вот Производитель Не поленился Положить Столько сахара Вы не представляете Что мне пришлось Стоять на сковородке И постоянно Ворочить пирожки Иначе Не горели Поэтому сахаром Не перебаршивайте Дрожжем Собственно говоря Это сахар Нужен только Для подпитки Они и так Хорошо в молоке Расходятся И все На ваш выбор И чпачмек Это треугольный Пирожок Поэтому делаем Вот такую А-ля шляпу Треуголку Времен Великой Отечественной Ой Не Великий Че говорю Это Отечественной Найны 1812 года Я не умею Защипать 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 Вировочкой Видите Пирожки Надо мне На мастер-класс Куда-нибудь Устроиться И вот так Постепенно Помолясь Притаптывайте Не забивайте Тесто мукой Иначе Она будет У вас Некрасивая Неэстетичная Туга Плавкая И вкусно Пускай будет Повоздушнее Пускай вы Помучаетесь Руки свои Помучаете Где-то на 300 мл Молока Теплого У меня уходит Кило 200 Кило 300 Муки Мастер-класс Снимать не буду Потому что Что вы маленькие Что ли Вам показывают Как это все делается Дырочка Нужна Для того Чтобы Пирожок Наш Дышал Уж Небо Осенью Дышал А тут У нас Уж Пирожок В печке Отдыхивался Выкладывайте На противник И все Покажу Что получаться Вот такая Еруда Получаться Девочки Мальчики Каждую Полуфабрикционную Заготовку Вы Что делаете Обмазывайте Молуком Ли Сметаной Ли Майонезом Ли Лучше Яйцом И отправляйте В духовку Минут Так Так Минут Сейчас посчитаем На 220 градусов Если То Минут На 35 Ждем Когда все Спечется Я сейчас Второй Продвинек У меня Вон Теста Сколько Еще Ну Че Переживем Конечно В идеале Лучше поставить Это дело На расстойку Но Это в идеале Хотите Ставьте Хотите Нет Тесто Все равно Подойдет Хорошо Неплохо Неплохо Но на расстойке Будет Симпатичнее Я вас Уверяю Это Вот точно Отправляем Ждем Девочки Мальчики Показываю Конечный Результат Все Вальцы Это Почувствовали Не только Удовлетворение Вот процесса Ну и хоть Какое-то Насышение А без масла Никуда Как вот это Сделали И берете Укладываете В шубку Ну Считайте В холатах Принадевать Двойную Накрыли Раз Накрыли Два И пошли По делам Никому Не разрешайте Вкушать Глафира Абрамовна Была С вами Плохого Не посоветовала Будет Теперь С обкушением Ждать Когда Остановится Процесс Остывания Нальет Себе Чайку Я Себе Сама Завидую Как и Вам Те Кто Будет Делать Сечку Чмоки Чмоки Ладуй В щеке Пись Тупись Пока Пока Пока